И сегодня наш приглашенный спикер это Саша из Чикаго, 15 лет трезвый. Через буквально минуту он будет с нами. Побоже, Побоже, Побоже. Привет всем. Привет, Саша. Привет, Саша. Ну, мы зачитали формат. Сейчас твое время. У нас на группе сегодня так получилось несколько новых друзей. Так что, пожалуйста, твое время. 40-50 минут. Вот твое время. И потом перейдем к вопросам. Пожалуйста. Спасибо, спасибо, Виталий. Меня зовут Саша. Я алкоголик. Наркоман. Привет всем. Привет израилю. Никогда, кстати, не спикерил на израильской группе. Ну, я имею в виду по скайпу. Очень интересно, потому что у меня родственники много очень лет живут в Яфа. И, можно сказать, из-за моей болезни. Мне никогда не удавалось за границу посетить Израиль. Очень всегда хотелось. И так получилось, да. Ну, очень приятно. Спасибо Виталику, что пригласил. Хочу с самого начала начать, ну, со своей истории. Как вообще я здесь оказался. Что произошло вот так. Как у меня один знакомый любит говорить. Мы все друзья по несчастью. И, в принципе, можно... Я считаю, как бы это не совсем правильно сказать. Мы друзья не по несчастью. Можно сказать и по счастью, с одной стороны. Как я сейчас вижу. Вначале, естественно, я так это не видел. Не мог никогда так сказать. Прошу прощения заранее. У меня дочка сегодня со мной осталась. Должна была там тещу ее забрать. Не получилось вовремя. Поэтому, если какие-то вдруг звуки, крики... Не обращайте внимания. Это нормально. Значит, с моей историей. Родился я в Одессе. Переехал в Америку довольно... Ну, я семью переехал довольно в раннем возрасте. Мне было почти 12 лет. Мне сейчас 39. Так что, в принципе, я прожил большую часть в Штатах. И, естественно, я вот вспоминаю. Да, вот интересно. Вот я слышу разные истории алкоголиков. И вначале я как бы... Особенно вот Виталик сказал. Да, вот новички присутствуют вроде. Новые друзья. Так что... Хочу заранее сказать, чтобы стараться концентрироваться на сходстве каком-то. В моей истории с вашей. Потому что вот вначале мне было это очень важно услышать. Потому что я всегда... Я алкоголик, я могу сразу сравнивать свою историю. Что у меня было не так все плохо, как у вас. И таким путем, так как у меня было не так все плохо, как у вас. Спасибо вам, друзья. Ну, может мне тогда другой поможет. Я благодарен вам. Ну, это совсем не так. Поэтому важно мне было, да, вот это услышать. Переехали, естественно, ну, вот когда в Штаты. До того, до переезда, я вот считаю... Я для себя вот как-то вот каким-то путем, я не знаю, я почувствовал себя каким-то другим человеком. Вот мне казалось с раннего возраста как-то. Я не знаю, не могу сказать, там, я рожденный алкоголик, там, с бутылкой водки. Ну, это вот, во рту, но я с раннего возраста у меня была низкая самооценка, я замечал. Это довольно, я не знаю, вот 6-7 лет, особенно, когда я присутствовал в кругу разных, там, друзей. И играли, там, дети, там, 6-7 лет, да. И мне почему-то так как-то интересно так казалось все время, что почему-то мне важно было мнение других. Чересчур, вот, важно было. И когда я видел, когда другие беседовали между собой, мне казалось, они обо мне говорят. Мне почему-то вот неудобно, мне некомфортно. И вот мне вот как-то, я вот в своей шкуре этой, было мне как-то вот не по себе. И с раннего возраста, я помню, вот мы там детьми обнаружили, жили там сигареты в подвале у одной подруги. Ну, и, интересно, начали курить. И первое у меня столкновение с алкоголем было, у меня друг был, Игорь Бош, у него родители, называли их всех во дворе, там, спекулянтами. У них был маленький бизнес, они продавали водку, в Румынии увозили. И у них было огромное количество водки, ну, можно сказать, заходили когда в квартиру, они не на втором этаже жили, а мы на первом. Можно было увидеть, я не знаю, бутылок, наверное, 100 водки. И мне всегда было интересно, ну, естественно, мне там было сколько, 10-11 лет. И вот это был мой первый опыт. И я другу, так как я был такой, не то что храбрый, но мне всегда было интересно что-то новое попробовать. И так как я уже не чувствовал себя как бы в своей тарелке. Я говорю, слушай, Гоша, вот, если вы помните, был такой журнал, Бурда Моден, немецкий, который там, ну, в журнале были девушки, и рекламировали разную одежду. И мы решили попробовать выпить алкоголь. И выпили, ну, я не помню количество определенное, сколько мы выпили этой водки. Но мне вкус не понравился, мне далеко не понравился этот вкус. Я думаю, фу, какая-то гадость. Но мне понравилось, почему-то вот мне очень-очень сильно это чувство запомнилось, как я ощутил себя. Ну, естественно, мне там 10-11 лет, я, можно сказать, такой уже бухой. И журнал возле меня, там, это, я себя почувствовал, как будто мне, наверное, 25. И мне не понравился вкус, ну, да, я очень сильно опинел. У меня сразу такое облегчение, состояние пришло ко мне. Ну, естественно, мне не говорили, что может произойти после этого. Я, даже если бы мне и говорили, мне бы это, наверное, точно не напугало, потому что последствия многих, там, ну, лет меня много чего не пугало. И я четко знаю, например, что алкоголика, чтобы нам пугать, я не знаю, что должно произойти. Таким обычно мы люди такие, насчет, как бы, ну, когда убиваем сами себя, там, нас ничего сильно не пугает. Меня, я знаю, лично не пугало. И поэтому, да, и вот это ощущение, когда я получил все такое, как бы все, как можно сказать, пофиг. Мне вообще ничего не имеет значения вокруг. И потом мы, когда переехали в штат, естественно, тоже родители много работали. Ну, это, в принципе, это я никогда не могу винить в этом никого. Это, как бы, только... Почему я такое, я не знаю, потому что я, как бы, вырос в нормальной семье. У меня не, ну, так как я не знаю, у меня единственное, самое интересное, у меня только двородный брат тоже в Израиле, в Тель-Авиве, потреблял сильный наркотик, как я. Можно сказать, наркоман. Из всей семьи, ну, и сестра живет, мамина, в Израиле. В принципе, я и он. Никого у нас, как бы, в принципе, не было, я не могу винить, там, какое-то последствие, там, передалось мне от кого-то. И, когда мы переехали, да, в штат, естественно, болезнь вот этого чувства, само чувство неуверенности в себе, само чувство низкой самооценки, само чувство, что очень у тебя в голове кружится очень много страхов, само чувство, что там, что будет, как эти люди думают. Мне очень важно было, что люди обо мне думают. И, естественно, я нашел алкоголь, так же сам, я, как бы, сложно не подружился с друзьями новыми, и, в принципе, все продолжалось. Я начал очень сильно употреблять алкоголь, у меня русские рестораны, все эти бульлянки, все это хорошо не заканчивалось. Потом наркотики вошли, наркотики это огромная часть, как бы, тоже моей истории, поэтому я рассказываю так же само о них. И, когда это все началось, естественно, последствий таких сильно особых не было, когда мне там было 17 лет. Ну, за исключением там ареста, там мать плачет, мне казалось, особых последствий не существует, ничего не происходит так. Ну, естественно, я, когда увел мать, приехала в полицейский участок тоже, там я уже начал пить, сильно употреблять. Ну, как бы, я хотел всегда общаться со старшими, меня вот так тянуло сильно, что если я буду с ними общаться, я, меня, они, как бы, примут к себе. Ну, во мне присутствовало множество страхов этих. И интересно, что мне алкоголь и наркотики, в принципе, помогали в этот момент. Вот это вот моментальное вот это облегчение, да, вот я его постоянно убегал за ним. Моментально. И сколько оно могло продлиться, там, полчаса, час. Но вот что-то меня бы облегчило, вот я за этим гнался. И интересно, вот в мнении доктора, я надеюсь, ну, вы читали большую книгу, и интересно, вот я вот сегодня тоже опять начал читать мнение доктора, интересно, вот о типах алкоголиков рассказывается там. И он, ну, доктор Силборд пишет тоже, где вот я вот строчку выписал себе. Все они, а также многие другие, имеют один общий симптом. Как только они начинают пить, у них возникает феномен тяги. Это явление, как мы предположили, может быть проявлением некой аллергии, отличающей этих людей от всех остальных и выделяющей их в особую группу. И поныне эту аллергию не удается ликвидировать с помощью какого-либо известного нам способа лечения. Ну, и средство это только воздержание. Ну, естественно, я не знал об этой аллергии, но я заметил заранее почему-то, когда я начинаю пить, у меня что-то вот про, я не знаю, люди тоже ходили вот со мной, друзья в рестораны или вот эти вот гулянки были. Ну, почему-то у меня вот эта вот тяга начиналась, этот феномен тяги, я не мог остановиться, я не знал предела, когда уже мне надо было там вытаскивать или с туалета, там я где-то заснул в туалете, я помню, в кабинке мне находили. Или когда уже ресторан закрывался, вот это у меня вот этот вот феномен с раннего, вот можно сказать, возраста, я помню, у меня он присутствовал. Ну, я не нормальный, я не мог нормально пить, как другие остальные люди, не напиваться, у меня не было этого предела. И меня никогда не пугало, я не помнил, я помню это ощущение, не помнишь там, что произошло. Ну, там, вчера, блин, там, звонил, ну, мне, естественно, многие, наверное, знают, начинаешь когда там обменение звонить, храбрый становишься, там, подходишь там ко всем, там, в ресторане, на дискотеке, все нормально, с девушками, там, начинаешь танцевать, потом вспоминаешь, что, нет, такую фигню ты там нес. И вот этот, да, вот феномен тяги, даже если бы мне объяснили в то время, мне, естественно, мне бы как-то это, я не знаю, не повлияло бы на меня, но вот это вот интересно, вот это, когда я первый раз увидел, написано вот это, где вот мне не доктор. И, естественно, когда вот я рассказывал, последствий особых не было, я помню, я работал, ну, начинались, как бы, я работал диспетчером в одной лимузинной компании здесь, и я засыпал почему-то, потому что была ночная смена, и мне приходилось работать, по-моему, с 10 вечера, ну, да, до 6 утра. Я вот помню это ощущение такое, все это, ты должен на телефоне быть постоянно, потому что тебе там лимузинчики эти звонят, тебе там надо, в тогда еще даже не было этих GPS, сильно я помню, поэтому надо было им объяснить, на карту эту смотреть, и я, представьте себе, целый день не спал, блин, иду на эту работу с 10 вечера и 6 утра, ну, и в конечном итоге мне уволили, вот, первое может быть, можно сказать, уже такое последствие основное я почувствовал, ну, даже можно второе, когда вот меня арестовали, арестовали первый раз, и тогда я начал задумываться, я не знаю, потому что я помню, мы с другом всегда шутили, вот, есть конченые алкоголики, там, наркоманы, они там, я не знаю, там есть тоже бездомных у нас много в Америке, в Чикаго, и почему-то я не такой, да, вот эта вот болезнь алкоголика, алкоголизм, он постоянно, вот, вот, в этом есть, почему-то мне вот этот голос всегда говорил, ну, ты еще не такой, ты еще так не докатился, вот, как они, и почему-то, мне казалось всегда, что кто-то намного хуже меня, я не знаю, как, когда уже там, я не знаю, меня и выгоняли, и только благодаря своей матери, наверное, у меня, как бы, была крыша над головой, и то уже в конце, можно сказать, ее уже, как бы, уже некуда было, можно сказать, почти, почти, вот, уже, и потому что уже все испробовали, со мной там все делать, и вот это я все равно себе говорил, хоть у меня там руки все были исколоты, наркотик, после наркотиков, у меня постоянные аресты были, у меня там, я не знаю, мне первый раз вообще, когда я услышал, что есть какой-то, может быть, выход, но я ему, естественно, этому человеку не поверил, я был пару дней в тюрьме тоже после кого-то, я не помню, столкновение с полицией, которую я ненавидел, и мне один темнокожий говорит, ты знаешь, ты больной человек, я такой, нифига, как ты больной, он сам находится там, где я, и он мне говорит, что я больной, но он говорит, ты знаешь, есть выход, и говорит, я, есть собрания такие, я вообще не слышал про анонимных алкоголиков, где люди собираются, я не помню, или он мне сказал про это сообщество, или про другое, параллельно это, что у нас есть, я не помню, но он сказал первый, что есть выход, и я вот такой, ничего себе, выход есть, я думал, в принципе, мой выход всегда это деньги, там, успех какой-то, это, в принципе, это и есть выход, наверное, я же неудачник такой, я всегда считал себя неудачником таким, мама не любит, папа, в принципе, почему, я не знаю, у меня нормальная, по-моему, ценная семья была, и он мне первый вот сказал, я как-то, мне до сих пор, вот как-то вот так, да, вот можно сказать, верь, не верь, но вот некоторые фразы, которые люди мне говорили, там, 18-20 лет назад, человека я видел, наверное, там, час всего, в принципе, да, но мне запомнилось, вот как это, да, вот, не высшая сила, можно, там, анализировать, ну, вот как почему-то, быстрая какая-то фраза мне залезла в голову, я не говорю, я из-за него пришел, я нашел новый образ жизни, я попал в данный алкоголик, и я больше не пью, но все равно, как-то у меня засела вот эта фраза, и я, ну, когда это услышал, да, 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 ну, естественно, там, я же тоже хотел, там, вписаться в тусовку, я там был пару дней в той тюрьме, и, ну, продолжались мои, там, эти вот все похождения, алкоголь и наркотики, и множество, благодаря Бога, я, как бы, я могу только благодарить Бога, как бы, люди, которые, наверное, за меня молились, что я сегодня живой, потому что многие, которые так же самоупотребляли алкоголь и наркотиками, они уже, ну, или на том свете, или уже давным-давно депортированы, или там уже сидят, тоже сели, и, в принципе, я вот уже, я не знаю, те же самыми дозами, поэтому, и в то время, я помню, да, у меня, ну, я чувствовать начал какую-то вот внутреннюю боль, поэтому я, когда вот смотрю, как алкоголь, когда люди рассказывают, или как человек пил, в принципе, это не имеет значения, в принципе, вот это вот, я не знаю, или дно, или это ощущение внутреннее, многие, наверное, доходим-то до одного и то же, до этой пустоты, вот этой внутренней, где я уже устал от этого всего, и, в принципе, не имеет значения, я считаю, вот сегодня, как, какими путями я здесь появился, хоть человек сидел там 20 лет в тюрьме, или хоть человек там, как в большой книге пишет, да, там, 2 машины в гараже, там, поэтому не имеет значения, в принципе, и, как я в конце уже, когда я уже устал, я ходил уже, ну, я пил регулярно, естественно, феномен оттягивая, мне там ждался, я не мог остановиться, это было, естественно, каждый день, последствия, можно сказать, последствия подтолкнули меня, подтолкнули и помогли, я благодарен сегодня, вот, что у меня были эти все последствия, потому что, если бы, наверное, ничего не происходило, мне было бы сложно к этому прийти, и я ходил в одно место по обмену шприцов, и, ну, я уже в конце, в принципе, были алкогольные, наркотики, употреблял наркотики, не было бы наркотиков, наверное, пил, не имело значения сильно, ну, я ходил по обмену шприцов, такой автобусик был, и один темнокожий друг, ну, друг, не друг, работник, два автобусика, сказал мне до этого, когда я туда приходил, говорит, ты знаешь, у меня я 16 лет не пью и не употребляю, я такой, не понял, ну, я всегда, как бы, ассоциировал, если какое-то время вот человек не употребляет что-то, это значит, он, наверное, не употребляет какой-то вид определенных наркотиков, но он, наверное, пьет, а если пьет, если говорит, что не пьет, тогда, наверное, точно, 100%, по-любому, наверное, он что-то другое употребляет, у него была какая-то замена, и поэтому, когда он, ну, когда я-то приходил к нему, он мне всегда говорил, ты знаешь, ты не готов, у меня Алекс по-английски называют, и говорит, не, Алекс, ты не готов, не готов, я говорю, как-то я не готов, я ему всегда говорил, я устал, ну, когда я говорил, вот к этому приходил, ну, к нему приходил, и говорил, не готов, вот в последний раз почему-то мне запомнилось, я ехал в машине, в которой вот этой колонке, где ключ вставляется, она была перебитая, и там разбитое стекло, и опять деньги у меня в кармане. Обычно, когда у меня деньги были в кармане, я не говорил, что я готов бросать. Когда у меня все нормально, в принципе, я скажу всегда завтра, 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 завтра. И когда вот я, ну, пришел к нему в последний раз, вот почему ты каким-то, вот почему я верю сегодня, вот сидя перед вами, что Бог каким-то образом работает через людей, однозначно я верю в это сегодня. И почему-то, когда я к нему пришел в последний раз, в той же самой истории, там, я устал, ну, да, нет, там, новые шприцы, я устал употреблять, бухать, он сказал, ты знаешь, я что-то в тебе вижу вот сегодня, вот когда ты пришел, и по дороге, я хотел сказать, важный момент, когда я ехал на этой машине, у меня уже даже прав не было, вообще ничего. Такой темнохожий район, он, собственно, называется, в САИ, не очень-таки, не из самых успешных. И он мне говорит, ты знаешь, вот, а, нет, я когда ехал туда, я начал плакать почему-то, и вот резко у меня вот реально слезы начали питься, и говорю, я просто устал, я не могу так больше жить, я не помню точно, и молитвы, и я в Бога, в принципе, сильно не верил, ну, я верил, как многие из нас верят, там, перед судьей, когда стояли, там, или что-то у нас произошло божье, ну, последний уже момент, все равно уже, все равно нечего терять, да, там, лишь бы, там, скажу, там, может, пройдет как-то, там, да, ну, и проходило, а прошло, спасибо. Типа забыл даже, что сказал, там, ну, живое осталось, это быстрая, такая молитва. Ну, и это в очередной раз, но в этот раз я начал плакать, и у меня были деньги при мне, и я ехал к этому автобусику, и он сказал мне, что я вижу что-то, Алекс, в тебе сегодня, что у тебя какая-то готовность появилась, не знаю, как он это увидел. Я выглядел, в принципе, обычно, у меня кожаная, там, куртка была, надорванные карманы, с изоляцией, там, завязываясь, это вот. И он сказал, да, я тебе, вот, говорит, так как я вижу, по тебе что-то в тебе изменилось, я тебе дам этот телефон, позвони по этому телефону, и ты можешь попасть в реп-центр, я звоню прямо там, они мне говорят, какие-то программы, у меня здесь страховка важна, ну, страховки такие, можно было тогда без страховки попасть. Сегодня тоже, в принципе, многие учреждения принимают, и меня спрашивают, на какую программу ты выбираешь, на 30 или на 90 дней? Я такой, поезжите, я такой, спрашиваю этого человека, думаю, что мне выбрать, типа, 30 или 90, говорю, тебе 90 по-любому надо, и, ну, я сказал, давайте. Ну, и мне надо было звонить. Вот готовность, что вот тоже вот это вот, мы много слышим в ВАЭ, вот, наверное, начиналась с того момента, вот, моя практика вот этой готовности, да, и желание больше не употреблять, не пить, чтобы не произошло. И они мне сказали, что тебе надо будет звонить каждый день, чтобы попасть в это место, потому что у нас, как бы, периодически люди уходят, там, приходят, поэтому ты не можешь там приехать завтра, все, мы тебе берем. И мне пришлось звонить пару дней, там была, он директор, что, ну, короче, попал. Ну, и с того момента, наверное, начиналось вот это вот все. И с того момента я попал там, ну, в этом реп-центре был 72 дня, потом пробыл больше года в доме на полпути, и первое, и этот человек, который, как бы, меня подтолкнул попасть в это место, стал моим спонсором, мне так страшно было его спросить, потому что я был на одном собрании у него, его там все знают, мы же пугаемся, популярность, да, там, и, блин, популярность, в принципе, в этой программе мне на сегодня не нужна, или мне пофиг на нее, но у меня страх был, его все знают, там, какой-то он там, я не знаю, какая-то звезда, наверное, к нему не подходить. А другой мне говорит, да что ты спроси, его скажут, не может, уже тесто не может. И он мне дал книгу, этот темнокожий мужик, который мне помог попасть, он мне дал книгу первую, подписал ее, я говорю, будешь ли он там спонсор, я такой, будешь ли он моим спонсор, я вдруг страшно достал, конечно, типа. И работа началась с того момента, естественно, я начал ходить. У меня спонсор был, не был там жестким таким, звони мне в 7 утра каждый день, там, на минуту позже я не возьму трубку. У нас не было таких отношений. Я заметил, ну, в опыте в программе, что на каждого по-разному подход, как бы, нужен, скорее всего. Мне не нужен был этот подход, потому что меня это пугает, мне лично, кому-то, может, вам нужно. И, ну, я теперь начал звонить, мы начали работать по шагам, я начал, ну, писать, естественно, первый шаг, блин. Первый шаг, в принципе, я там, ну, начал чуть писать, там, и признание вот этого бессилия мне было сложно, в принципе, почувствовать, потому что я, этот феномен тяги присутствовал во мне. Я, когда начинал, я просто реально не мог остановиться. И, а жизнь у меня была неуправлена, это в 100% если я постоянно не могу удержать деньги, если у меня постоянные аресты, если у меня постоянные обещания близким, вот это обещание, да, сколько раз, наверное, многие знакомые с этим, вот с понедельника, вот, 100% все у меня улучшится. Ну, почему-то не сегодня, не в этот момент, вот с понедельника или завтра. И, да, и вот мы начали по работе, вот, первый мужчина вообще, когда мне сказал, что я тебя люблю, я, когда это услышал, я не знал, в принципе, как-то непонятно, как можно ответить такому. И мы с ним как-то поговорили, и он говорит, ты знаешь, я тебя люблю. И любовь первую, да, вот, потому что у меня родители очень такие, как бы, у нас не было, ну, как бы, у меня с мамой нормальные отношения, с отцом у меня близких не было отношений, ну, ну, жили все вместе, но мне не было это принято в семье говорить, там, делиться о своих чувствах. И когда у меня здоровый мужик, такой, черный, блин, который отсидел, там, блин, лет 15, блин, я тебя люблю, и у меня как-то такое ощущение, не знаю, как даже ответить. Но этот человек реально показал вот эту любовь, что, вот, как показывали, там, Билл, уй, Боб в начале, он меня возил на собрание, подвозил, он первый, там, я помню, он и показал, как-то, знакомый меня с другими, он, помню, говорит, ой, ты голоден, там, я тебе повезу, там, забегал, я такой думаю, нифига себе. И самое интересное, человек ничего не хочет, как бы, обратно, да, за это. Это, как бы, мне показалось странным, можно даже сказать, как это, потому что я всегда привык, если кому-то что-то надо, или у меня деньги есть, или у него есть, у нас, как бы, общее такое всегда отношение было. И вот это первое, первое отношение, вот, почувствовал. И я начал, вот, да, вот, ну, с молитвой у меня, я говорил, до этого у меня, вот, было как-то непонятно. И в Бога мне всегда, вот, я помню, даже сестра говорила, вот, смотри, люди умирают в бедных странах, мне тоже, вот, запало это в голове, как-то, как это так, действительно. Но, я рад, что я начал ходить на такие собрания вначале, где они мне, они такие были спокойные, там было много пожилых людей, там, дедушки, бабушки, там, далеко за 70, у них было там по 3 лет. Сильно, особо мне, ко мне не подходил никто. Но, что я помню с этих собраний, они всегда говорили, почему-то они стояли на коленях и молились. Так как я, во-первых, я еврей. Хоть спросите мне, когда я был в последней синагоге, я не помню, но я же всегда, я же еврей. И как это так, я буду на коленях молиться, ну, как это может, как это возможно. Но, меня почему-то каким-то образом притянуло к ним то, что они начали рассказывать, как у них жизнь поменялась, как у них все нормально, как у них внуки там бегают. И я думаю, ну, чего вот действительно, да, вот ты постоянно, вот у меня вот эта проблема, борьба с собой, да. А почему вот не попробовать то, что те люди, то, что люди эти делают, ну, что тебя от этого хуже ж не будет. Ну, я помню первый этот опыт, я был, жил в доме на полпути, и я закрыла в комнату, оглядывался так, может, никто не спорит, надеюсь, да, там, произношу простую молитву. У меня никогда не было особых там молитв каких-то, ну, оставь меня трезвым, Бог, там, еще один день, и там, пусть твоя воля исполнится, а не моя, в принципе, похожая что-то было. А вечером они говорили, эти пожилые дедушки, бабушки, что они благодарят Бога, что они остались трезвыми, а еще один день, и я это делал. И почему-то, каким-то, я не знаю, чем-то, какой-то силой или что, у меня жизнь как-то начала меняться, и состояние, я еще работал на такой работе, которая не очень такая престижная в Америке, считается телемаркет, по-моему, там надо было людям звонить, а не, выбивание денег, колледжен, и, как бы, те люди там посылают, там, я не знаю, и я ее, можно сказать, все ненавидел к тому моменту, но я помнил, вот из-за этих, как бы, из-за этого всего, что я молился, что, когда я молился, у меня какое-то облегчение появлялось, и я начал благодарить, просто, ну, выходил возле, у нас река проходит, в центре города, Виталик помнит, и я просто благодарю Бога, спасибо, благодарил вот просто Бога, что я сегодня вот трезвый, и рекомендовали начинать писать лист благодарности, хорошая вещь, классная, говорят, женщина одна, Лора, приходила, говорит, лист благодарности, там, выписывай, там, 10 вещей каждый день, там, были, что-то, чему ты благодарен, да, ничего, почему я, почему я, я уже работаю, ненавижу, там, что, там, трезвый, ну, так, ну, может, этот период же уходит от нас, это розовое облако, да, начальное, ну, я начал вот это вот молиться, продолжать, естественно, на коленях, и благодарить Бога, то, что у меня сегодня есть, и реально у меня вот как-то, как-то, все это, в принципе, мое мышление, как я смотрю, мое отношение к этой жизни, и как я на это все смотрю, мне начало меняться, и я начал реально вот как-то быть более благодарным, я начал видеть вот это вот солнце, я начал видеть, что жизнь мая меняется, меняется что мне реально лучше становится и трезвость вообще-то классная вещь такая вот эта трезвая жизнь и это был процесс это были действия естественно рекомендация потому что я всегда с такой алкоголик до номера магии тоже знают дэра чувствовали я всегда знаю что лучше для меня типа что для мне нужно куда почему-то я такой самый умный да почему-то другие там или бога высшая сила атома и не я лучше всех знаю что мне на данный момент нужен но тогда самая красивая девушка самая лучшая работа и очень много денег ну иногда это не как бы не в планах высшей силой для этого в этот момент потому что не знаю что произойдет поэтому жизни меня начало улучшаться естественно по работе я пришел к этой высшей силе я начал более полагаться открыть ему шагу я приходил ну естественно я при поручении мне человек объяснил этот спонсор темнокожий черный мужик с моими спонсорами он мне объяснил давным-давно три лягушки сидят там да на камушке и одна решила ну номер это второй ну второй шаг второй шаг и как бы ну бездействия ничего не произошло она все равно как бы осталось на это камни сидеть сколько типа лягушек осталось я искал естественно там две она решила прыгнуть но он говорит если решение просто бездействие ничего не значит поэтому мне нужно было действовать и четвертом шаге тоже я начал как бы писать о многих вещах как бы кого я как ну я обидел вот эти вот все страхи может у меня было множество у меня до сих пор именно присутствуют мои страхи я всех страхов не избавился но я чуть расскажу тоже как там какое мне отношение сегодня и жизнь начала меняться и я помню вот это вот ощущение первое столкновение выздоровление когда у меня что-то или отняли или я потерял и вот этот огромный страх такой появился и что дальше делать не знаю как жить меня не сошлись отношения с одной девушкой я переехал к ней там бросил свою квартиру мы прожили меньше двух месяцев мне пришлось уходить звоню спонсору знаешь как мне там поступить и реально не знаю как в этот момент что делать там говорит уходи да там я к родителям там переехал и вот этот страх да вот к опять вот это вот часть вот этой пустоты которую я раньше ощущал до пустота вот это вот можно сказать всю жизнь когда как бы до этого я употреблял и даже периодами неделями виситом не был потреблял меня была пустота я почувствовал пустоту мне что забрали и каким-то путем я ходил на разные собрания многие меня один молодой пацан он трезвым не остался помочь через неделю даже но я попросил быть его спонсором сам прикол в этом и так как он не пригласишься себе думал целый день что как у меня меня забрали что я хотел не забрали как бы это отдал но у меня присутствует дыра это во мне и каким-то образом мы начали с ним встречаться да вот это вот чувство как-то то что я все много думал начинала пропадать да когда я с ним встречался и вот интересно на постоянно рассказываем и слышим и как вот билл в окрон попал там когда он хотел выйти забухать и там встретил доктора баба и тоже вот это вот часть вот это вот когда вот это облегчение то когда я работаю с другим человеком я первый раз осознал в тот момент когда лучше классно у тебя все в этот момент не думаешь пофиг блин где-то там мы с ним в кафешке где-то встречались там обалденное же чувство все таки и с того момента я знаю для себя если я хочу оставаться счастливым не просто там до приходить на собрание там писанина шагов это работать другими помогает другим это однозначно если я это не делаю у меня не не будет этого я не ощущать не буду этого счастья буду у меня будет благодарность пропадать периодически но она будет чаще преподать все на мне сейчас иногда пропадает и я реально могу запить а это работает и мы начали то с ним встречаться и я даже не прошел в тот момент 12 шагов я не помню на ком шаге был ну да и вот я знаю прыгают туда-сюда на пятом и перешел и я помню вот это ощущение со спонсором когда он у меня уехал там не помню в 12 ночи или в 11 вечера и я все не договорил но у меня там другой пацан был короче я как бы ему тоже рассказал остальное и не был тоже такой опыт необычный с этим ну естественно остальное все вот это вот вся работа шестым седьмым тоже вот эффектами готовности у меня я всегда говорю у меня дефекты присутствуют как бы они пример все сейчас но я не действуя не я не действую как бы я не не начинаю день а действовать и у меня в мысли к это приходит сегодня немного мысли приходят дурацкий честно сегодня так же сам как и раньше я не сказал я трезвый на сегодняшний день 15 лет и три месяца три двадцать дней точно посчитал и я вот эти вот дефекты до ощущаю на данный но у меня как бы всегда две части в голове до 1 гряда делаем делай ты же всегда быстро это облегчение получения всегда спонсоров этот первый говорил не если хочешь все почувствуешь быстрое облегчение всегда получишь быстрый результат это всегда сто процентов и это правда если я хочу вот это быстрое моментальное облегчение мне такой же будет результат и еще мне тоже сказал мне всегда такие фразы кидал меня интересные и он мне сказал так же самое как и в банк деньги ложишь все что ты положишь туда то же самое ты можешь забрать обратно истей положил мало ты просто ничего не можешь принципе оттуда и забрать это правда так же сама сегодня если я мало помогаю другим не не ничего забрать все перестаю все делать писанину и туда же все и вот опыт у меня с восьмим с девятым шагом тоже был интересный там пару моментов было что некоторые вещи вот своему отцу которого я не знаю можно сказать как-то я недолюбливал внутри но не знаю почему до сих пор может быть отношение его плохое к матери я не сделал как бы полностью он был в госпитале него был микроинсульт и я мать взял как бы вместе ну отец лежал на койке и я естественно сделал девятый шаг чем я был неправ и естественно ничего не только рада чтобы я там оставался трезвым и я не почувствовал сильное облегчение потому что меня на сих пор с ним мне необъяснимые какие-то отношения даже не могу их объяснить я приезжаю ребенка для привожу я все равно чувствую какую-то вот эту дистанцию другим людям я не знаю один человек там я помню не сказал с процентами ему отдать ему должен был там деньги он забыл вообще что я не убрал маленькая сумма была и пару человек которых я не нашел и недавно у меня был интересный опыт у меня была девушка первая моя любовь там можно сказать восемнадцать лет это же саша звали и я сделал не очень некрасиво деньги одолжил сказал что у меня там произошло с правами меня арестовали другого послала не занял деньги естественно никогда их не отдал там начал про нетом говорить она была уже замужем там она мне всегда была готова помочь было и столько лет ну я говорю я больше 15 лет трезвый наверное четырнадцать полу пятна может четырнадцать с половиной я вообще они не слышим не видел обычно как бы ну здесь довольно много русскоязычных живет но я не знаю я не знал где она что с ним и захожу с ребенком магазин и вижу она работает ну как бы виновожечном отделе в этом магазине таком она как бы ну я не знаю разные вины были там давала людям попробовать так интересно привет хочешь попробовать ну у нас новое вино появилась мы там разговаривали с ней и у меня было первое желание девятый шаг делать должен там не помню там сто долларов все ей делать я говорю слушай саша я знаю что я должен деньги туда-сюда давайте сейчас отдала она вообще не помнила даже эту ситуацию сейчас да нет горит давай встретимся нормально там в обед ты так получилось я работал кстати где она желание далеко мы встретились и мне было важно в этот момент вот что я почему еще хотел сказать тоже их ситуация делать это сказать об этом жене потому что мой мой мозг старый саша скажет чё тебе жене говорить там я до сих пор у меня всегда или какие-то вот эти вот и не знаю муравьи бегают а и в голове и говорит а я не пришлось как и и должна же такая ситуация должен деньги ты знаешь 9 10 минут 9 шаг и ну она горит а конечно и вот эта честность я не брал ну и сохранил этой девушке телефон если мы встретились я отдал деньги классного было что нагреты так всем делаешь типа просто деньги для этого и со мной встретился там со просто как должен я не ну это как бы работает для меня ну это облегчение я объяснил чем я занимаюсь и не важно было это сделать и потому что у меня тоже много лет я упомнил это в себе как-то иногда вот эти люди поэтому я стал сказать как-то я не знаю приходят к нам каким-то не знаешь где они но как-то они появляются когда я у меня готовность у меня был к этому времени готов потому что себе это произошло наверно 13 лет назад я встретил бы я бы не был бы готов и наверное я скорее бы мне к это внутри мысли было что сделает больше чем дать ей деньги возместить ущерб поэтому бог наверное я не знаю я встретил менка ты должен был ее встретить и в жизнь как бы да вот со всеми шагами рассказывал да вот в процессе этого всего жизнь вообще развивалась у меня не просто не похвастаться у меня был кредит естественно ну или здесь важно очень кредит нормальный в америке и я там там машину постепенно начал восстанавливаться тоже люди такие же как я встречал таких же как я и которые мне объясняли что для этого мне надо делать оказывается надо счета платить вовремя тоже неплохая вещь когда счета вовремя платишь и как бы нормально все происходит и тоже там первая покупка дома и встретил я вот говорю да я почему-то всегда знаю что мне нужно не бог знает а я лучше всех знаю я всегда ждал да там встретить девушку на обложке журнала хоть я там давно уже там кушаю что попало там да там ну ну у меня должна быть я не знаю там к этому и я познакомился со своей женой некоторые вещи мне там ну можно сказать внутри тоже что-то мне не знаю пугало там да и вот какие-то моменты я залез там в интернете как-то я нашел мы только с ней встретились какие-то там сообщения думаю звоню у меня был подспонсорный поляк один и говорит блин все я с ней не хочу блин больше я ему говорю блин вообще встречаться и такую фигню нашел на там еще ну я залез в ее имейлы король я всегда мне ж надо из-за опять же из-за моего страха я всегда будет что-то потерять из-за этого мне надо интересно кто-то залезть куда не хочешь я увидел там сообщение от бывшего что там и он говорит слушай дай время дает ему всему и почему ты блин так бы подспонсорный к тот с которым мы работали шаги и то же самое мне сам говорит это чему не дашь времени там помолись и я дал времени но время как бы и реально начал видеть как у нас меня вот эти вот все отношения мы сближались как она не отец она рода алкоголя и как я мог открыто с ней говорить о этой болезни как то с чем я занимаюсь я поэтому четко верю это если кто-то там семейных отношений другой черт должен знать как чет потому что у нас нету границы я говорю что я сегодня идем на собрание я должен угрегал спикерить сегодня мужа я должен был там к тече ребенка отвезти пораньше поэтому вот эта честность присутствует и ну прекрасно да дочь родилась и которую вы наверно видели сзади которые четыре годика и мое терпение на сегодняшний день наверное вот это вода проявляется в отношении семьей так я терпели его это могу быть духовным вам что рассказать о боге как я начинал молиться но когда если в семье я нахожусь вот это терпение полина нам не сказал а кто надо в голове да если говорю кто нам думал вообще такая но мне такое сказала чё я должен бежать и делать да мне постоянно вот это чувство что меня чмарят а вот этого чувства постоянно и интересный опыт у меня был что я всегда в очередной работ наших отношениях она такой человек чистый все должно быть чисто и а я такой блин да ладно завтра сделаю и у нас было много очень множество ссорик где-то я слышал на спикерской в акрон день основателей вот где мы собираемся каждый год мы ехали один человек рассказывал как он мой посуду и как это вообще простая такая вещь мы тебя посуды ну как-то работает и что он как бы ощущать какое-то я не знаю не то чтобы душевное пробуждение но вот это вот терпение вот это вот все я думаю черни начать делать то что ну и что что тебя будет по ленисты если пообещал попал помоешь еще посуду добавлю что реально я сделаю и приятный себе приятно то что как-то сделать я реально начал делать то что как бы она мне ну я пообещал на работает она медсестра ну как бы не выходные работы так и нет делать то что как бы она мне попросила сделать муж я всегда замеряю там нет как быть измерительное устройство присутствует в голове я это сделал все или ты я чуть больше я сделал всегда я измеряю да и вот этот показатель мой который не естественно не всегда правильно показывает говорит всегда что я больше что-то делаю хотя ну там я начал это делать знаете мне лучше отношения начались реально вот когда начала просили просто начал служить можно сказать семье этой моей и когда я начал служить семье делать вот этой больше можно сказать там с ребенком играться у меня отношения с другими тоже начало как было влаживаться как бы лучше становиться и мне приятнее становилось от этого потому что мне важно это было услышать у меня множество было тоже на работе ситуации которых так же самое мне казалось что начальник знает больше меня ну и вот это вот я все вот это терпение вот это вот желание что-то изменить получил вот вы у нас было собрание присутствует четверг у нас была интересная тема была мы горели ну и а готовности говорили и астра а страхи мы читали историю из большой книги и а страхи там есть одна из интересных историй я не помню название ее но а страхи человек пишет как он боролся со страхами и в принципе сегодня у меня ответ вот дал можно сказать очень простой что страх преодолеть какой ты должен через него проходить раньше я от этого страха всегда от любого нового убегал можно сказать когда у меня появлялся страх да я просто бежал в употребление бухал не помню что происходило я от него убегал и говорил мне не получится сегодня я говорю что у меня в голове не получится может быть но я это попробую я это сделаю не спонсор этот первый говорил он у меня был спонсором пробу там 13 лет я другого мне сейчас другой спон можно сказать третьим мы друзья просто стали очень люблю уважаю но так получилось и он мне говорил не сиди никогда в своей коробке вот этой да которую ты не знаю для себя сделал там вокруг себя огородил коробкой да там вот блин хожу на собрание там служу там ничего другое новое не пробую пробую выходить это благодаря там новым опытом каким-то новые там я не знаю пытайся напишу новое узнать пытайся там не знаю новую какую-то работу устроиться что новое изучать и у меня иногда это получается честно скажу иногда нет но это работает потому что когда я это делаю не повышает вот это вот маленькая самооценка которая чувствовал 6 лет я лучше себя чувствую и я прохожу через следующий страх еще как бы мне легче проект пройти через него потому что это произошло и не легче с этим это быть когда это делаю и в участке тоже на работе которую я боюсь я многое не знаю там на компьютере люди звонят и я это делаю я знаю и я знаю если я буду как бы молиться продолжать новички вот сидят принципе здесь интересной такой формулы самое интересное нет туда в этом всем формула настолько проста что очень иногда страшно что это работает подумать так как следует как бы впереди идущих что они делают это как не рекомендовали постоянное почтение собраний убрать спонсора начинать работать по шагам молиться просить бога я также сама на величкам говорю делали ну то меня когда просит спонсировать я не верю там то я говорю опять же там всему про мне звони там определенное время то вот как это ты не сделаешь ты забыл я не знаю что забухаешь я не могу это сказать но я говорю что для меня работает я делюсь этим я просто говорю опять же ну и работая с другими помогая другими делиться опытом как бы это ни было иногда мне это не хочется спонсирую некоторых людей по skype и время как бы с москвой или с другими городами не совпадает там со львовом и и иногда естественно мне могут говорить слушай а человек вот этот темнокожий для меня времени уделялся и настолько всегда вопрос сходится в том что насколько те дорога эта программа что он для тебя сделала да почему неужели ты не можешь никому помочь другому поэтому применяется сегодня такой вопрос спасибо вам спасибо что пригласили спасибо да все спасибо саша включился микрофон сейчас я зачитаю еще пару вещей с форматой перейдем к вопросам да для напоминания 12 традиция гласит анонимность духовная основа всех наших традиций все что ты увидел и услышал должно остаться здесь седьмая традиция гласит каждой группе а следует полностью опираться на собственные силы отказываясь от помощи извне мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы новых друзей и гостей просьба не жертвовать время сбора пожертвования открыто для объявлений группы или а в целом друзья у меня объявления завтра как всегда в решен лице он репцентр феникс 8 часов вечера приходите звоните мне приходите делиться опытом это первое собра первое сообщение второе сообщение след на следующей неделе в следующую субботу в это же самое время у нас будет тоже сказать спикерская будет другой спикер ее зовут влада из хьюстона тоже человек с очень большим опытом пожалуйста приходите все спасибо у кого-то есть еще сообщение нет сообщений да давайте перейдем к вопросам я хочу напомнить что мы не что мы ведем запись которая будет доступна на одном из наших ресурсов просьба не записывать не есть и не фотографировать самостоятельно и к вопросам кто хочет задать вопросы саши пожалуйста да вот первый сергей пожалуйста саша ваша и спасибо за спикерскую прям проникся очень здорово очень очень понравилось и вот скажи по девятому шагу у меня вопрос я только что приехал с россии там у меня открылся девятый шаг неразрешенный если можно немножко истории я когда жил в россии у меня там была женщина одна и так получилось что я ее сбросил с лестницы не ну как если бы она была не такая пьяная она бы так не упала но она упала разбила себе голову потом я уехал в израиль она осталась она продолжает пить до сих пор и вот она шантажировала и дочь свою и мужа своего что вот у меня киста что вот мне нужно помогать и вот я приезжаю звонок такой а ты не хочешь мне что-то компенсировать ту травму которую ты мне нанес оплатить мне лечение нет не хочу я не знаю почему я так ответил я обычно делаю девятый шаг сразу и безоговорочно а это вот что то мясо она бухает по черному я был там три года назад я ее видел но мы еще тогда в товарищи таких отношениях были я ее попытался на группу привести дал ей литературу по выздоровлению рассказал свою историю что вот я уже в то время был шесть лет трезвый так и так ну вот не знаю не знаю чем я делать может что посоветуешь спасибо ну в таких ситуациях естественно мне всегда говорили ну со спонсором посоветоваться и девятый шаг для меня лично заключается в том если я чувствую да вот какой-то внутреннее тоже вот какой-то вот не знаю делать не делать но она меня мучает да это все опять же связано с честностью и если меня она мучает да наверно можно как бы ну я не знаю поговорить там с другими алкоголиками в разных ситуациях там если реально был какой-то денежный ущерб я не знаю в определенной ситуации был денежный ущерб можно всегда там или поехать другим человеком к ней или можно там по-другому возместить этот ущерб можно мне сказали так само что можно его возместить ну другим способом но ты уже заговорил так само как бы брали ее на группу да а иногда как бы бывает тоже по ситуации что если я реально чувствую что у меня нету никакой моей вины в этом да опять же честность самим собой я не могу как бы тоже поэтому поводу сделать если мне например час позвони человек я опять же это разным и самое интересное да вот двое много разных мнений можно услышать по этому поводу нет определенного ответа поэтому мне тоже становится нравится потому что мне никогда никто не горит и должен делать так один скажет да я делай так другой скажет дурак блин такой не делает может сам забухать и ну наверно слушая другие и как это был если похожий опыт наверно как они я могу тебе посоветовать проходили больше я тоже я не знаю опять же если мне кто-то позвонит я с кем-то там употреблял и там я ему налил меньше а если больше я лично мое личное мнение там я не имею права я не то что ними про и не могу ему если я реально разместил ущерб неизвестный не имеет значения был бухой я кого-то толкнул я ли это реально блин не имеет значения из-за моей принципе все мои действия были из-за моей болезни да не имеет значения мы вместе любу бухали или употребляли я чувствую да свою вину я как бы тоже все равно могу этим да а то что она делает сделает с этими никами или это уже на ней а поэтому бездомным деньги я знаю 99 процентов наверное людей в определенных районах чикаго они будут на эти деньги употреблять но это не моя задача анализировать их не ситуацию с они с этими никами сделают я им дам я всегда скажу слово что есть выход такой выход есть то что они сделают это уже как то так не знаю что там как то тебя спасибо спасибо саша у кого-то еще вопросы да пожалуйста здравствуйте саша во-первых спасибо за ваши слова было очень интересно послушать меня зовут максим я новичок впервые в этой группе употреблял я последний раз где-то неделю назад и хотел бы вас спросить как вы сумели преодолеть тягу к алкоголю в первый период времени вы нашли себе какое-то увлечение или может быть мой вопрос заключается в том кроме большой веры и надежды что вас держала в себе что вас держать что позволило не сойти с ума вот такой вопрос у меня будет спасибо в первую в первую очередь хочу тебе спасибо за вопрос мое увлечение в начале я не знаю люди по разу находили какой-то там потом хобби естественно это очень классно ну моя концентрация была в начале это и так как еще же я жил доме на полпути чтоб не сойти с ума это мне очень помогало множество посещать собраний для меня лично потому что когда я на собраниях находился постоянно я чувствовал как бы я у себя дома я вот это облегчение чувствовал и звонить другим людям ну помимо вот я и говорил там да благодари там то что у меня сегодня можно писать близ благодарности классная вещь и побольше звонить я знаю для алкоголиков телефон очень всегда я не знаю тяжелым кажется я знаю это чувство я знаю по себе это до сих пор мне иногда я себя реально должен заставлять я это знаю но когда я звоню когда я чувствую я не знаю ли тягу или я я получаю облегчение ну опять же тоже большой книги как бы вот это вот облегчение должно происходить от высшей силой то же самое я должен молиться и быть все нормально я получаю как бы когда я слышу тоже историю человеку легче стало там этот период можно пройти мне тоже легче становится от этого иногда тоже и звонить когда я все время на связи я лучше себя чувствую даже ну до сих пор я звоню делаю это часто это мне не хочется спасибо 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 Саша у кого-то есть еще вопросы да и пожалуйста игорь алкоголик спасибо за спикерская шикарная мне вопрос ты живешь семьи и как всегда я сделал девятый шаг я четыре года не употребляю сделал девятку жене все но вот эти косяки всегда косячишь всегда вот поделись опытом вот я понимаю это такой вот жена была свидетеля всей моей жизни то есть она присутствовала при и при первом репцентре и при втором и всякой жизни как у тебя опыт вот после девятки вот когда ты начинаешь ты ловишь себя что ты опять накосячил опять ты виноват опять вот эта саботуха вся это спасибо если понятно все вопросе спасибо у меня ну у меня как бы сейчас в семье ну жена могу сказать но у меня никогда не видела употреблений когда я пил но у меня мать и все вот остальные присутствовали я им делал девятый шаг ну жене в которой ну и семьей сейчас например да ну естественно я делаю быстрый там десятый шаг можно сказать да извиняюсь все равно можно сказать своеобразно какой-то девятый когда был неправ там знаешь я подхожу я делаю и опять да у меня бывает тоже мне не получается опять жена меня просила о чем-то или что-то у нас опять какая-то ссора дурацкая произошла и опять я я поступил не так да у меня естественно бывает приходит ко мне вот эта вина да вот это вот чувствую я сильно эту вину и говорю вы действительно что ты дебил опять зачем ты опять да вот накосячил ты говоришь и опять это сделал там но я знаю мне опять не мои слова спонсора вот это вот у него была спикерская служение вот это любовь и служение вот служение семье мне понравилось когда я услышал это чем я больше становлюсь полезным быть семье да а полезным это может за множество блин можно легко тоже убежать от этого все я иду на собрание сегодня еду с анонимными завтра я иду и мне ничего не полагается делать я сегодня трезвый но в то же самое время служить предлагать там быть полезным через прошла чем я могу быть получим я могу помочь проводить больше времени дальше не и даже если какая-то обида проявляет 40 всегда я верю любых отношениях постоять но у меня лично я знаю я под спонсорным грамм недавно я бурю блюдо 5-ом права игра ну поздравляю ты значил отношениях и для меня я знаю это да только служить и не убегать от своих обязанностей и и отношения для меня например я знаю по силам не улучшаются даже если я ошибки делаю естественно постоянно я могу сказать не так я могу его на 3 буквы иногда послать бывает не так я это не произношу так как раньше я более в культурном виде как но я могу все равно послать и думаю на фига вот это сказал могу иногда и в лицо там что-то закинуть тушу раньше да там как-то я отчета не узнал ну десятый шаг блин иду извиняться сразу стараться естественно не делать то же самое спасибо 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 ай привет как дела спасибо за выступление меня зовут кирилл я не столько хотел спросить сколько где-то проявить то что отметить то что откликнулась во мне больше это именно тот тезис что следовать за передо идущими и делать то что как тебе кажется кто-то сделал правильно не потому что он умнее потому что ты просто видишь результат то что он где какую кнопку нажимает и что из этого получается если тебе нравится то что из этого получается просто нажимая эту кнопку и как ты сказал что все говорят вот это сказала это тот сказал и кто знает о кого слушать а ты слушай то то что тебе кажется тоже в принципе это очень удобная программа делай то что тебе удобно то что тебе кажется то что тебе удобно и результат это не то что из этого вышло что как ты себя с этим будешь чувствовать и как тебе как ты чувствуешь что вот это да ты можешь сделать, и ты чувствуешь, что тебе от этого станет лучше, и тебе, да, становится лучше, и когда ты делаешь девятый шаг, и ты идешь к кому-то разговаривать, это совершенно не имеет никакого значения, что он тебе ответит, может он тебе скажет, да, пошел ты нахер, но это как бы неважно, важно то, как ты себя после этого почувствуешь, и действительно ощущение того, что ты сделал этот девятый шаг у тебя появится, а это ощущение, оно просто приходит, это то, что я хочу сказать тем, кто может быть не верит, и кажется все это ерунда, это просто случается, любовь случается, вот и все тут, спасибо. 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 Друзья, у кого-то есть еще вопросы? Да, Саша, тогда я тебе задам вопрос, тоже выскажусь по поводу того, что ты сказал, огромное тебе спасибо за то, что поделился этим опытом, да, то есть мне, я очень рад, что нам вышло личное знакомство, да, я помню, как вы меня встретили, как ты меня тогда встретил в Чикаго, да, то есть я, я сегодня смело могу сказать, да, что все, что мы говорим о служении, о любви, да, вот о нашем братстве, да, это не просто пустые слова, я знаю, как абсолютно человек, который не знает, меня ни разу не видел, не общался, может, я могу приехать в другую страну, меня встретить, да, мы с тобой поехали, погуляли, поехали на собрание, да, и как это классно было, и то есть это действительно благодаря вот тебе, видите, Олегу, да, Сане, это не пустые слова, да, то есть это не пустые слова, то, что мы говорим, это не берется там откуда-то с неба, это не красивые фразы, которые написаны в книге, то есть, да, это все проходит, как бы, ну, так сказать, проверку жизни, как бы, да, и действительно то, что вот ты говорил про первый шаг, про первое время, то есть, действительно нечего добавить, особенно для новых друзей, да, ну, вот, правильно, абсолютно согласен, иногда это кажется, мы говорим настолько простые вещи, что в них просто не верится, ну, просто не верится, ну, как это так, блин, ходить на собрание, да, я сегодня умираю от алкоголизма и не знаю, что делать, тебе говорят, ну, блин, ходи на собрание, звони к человеку, молись, ну, блин, ну, не может быть, что так все просто, да, то есть, оно настолько просто, да, а мои проблемы, они настолько огромные, такого вселенского масштаба и думаешь, блин, как такие вот простые вещи могут бы решить такую вот, блин, проблему, как у меня, да, но это на самом деле, это работает, это срабатывает и с этим трудно спорить, это срабатывает, здесь у нас в Израиле, у десяток и сотни людей это срабатывает, у вас в Соединенных Штатах, у миллионов людей это срабатывает уже последние, скоро уже 100 лет, да, больше 80 лет и хорошо, что так, да, и вопрос эти я хотел задать, у нас, в принципе, осталось еще 10 минут времени, расскажи немножко, Саша, так, краем слова, Саша, Саша и Оля, которые, да, они краем упомянули, да, о том, я знаю, что ты имел отношение к созданию первой русскоязычной группы, в принципе, в Чикаго и второй русскоязычной группы, которая там возле Чикаго, да, расскажи немножко про вот этот вот опыт, потому что мы тут тоже, эта вот группа, которую ты видишь, это тоже первая русскоязычная группа в Израиле, да, вот это вот место, да, расскажи немножко про свой вот этот вот опыт. Извини. Спасибо. Да, ну, опыт, я слышал тоже чуть-чуть Сашину спикерскую, это действительно было так, как он рассказал полностью, и этот опыт, ну, как вообще начиналось все, если вы помните, наверное, слышали его, что, да, они мне позвонили, и самое интересное, вот, да, как это работает, у меня то же самое, и, ну, я знал, что множество страдающих алкоголиков живет в городе Чикаго, я никого не знал, который, ну, кто в программе и кто остается трезвым, ну, я знал множество, кто бухает, и, ну, я не знал, как вот это, как начинать, блин, где искать, я, естественно, всем говорил, я говорил всем на собрании, если вы кого-то увидите, там, русскоязычного, дайте мой телефон, и вот этот черный мужик, которому он говорил, да, ну, вы слышали историю, что они не смогли присутствовать на собрании, ребенка не, с ребенком не пустили, и я ему говорил тоже заранее, я ему благодарен, в принципе, можно сказать, что тоже, он какую-то тоже роль играл, тоже, ну, первой русскоязычной группе, когда они мне позвонили, потому что я ему тоже самое говорил всегда, если... Первый опыт был, естественно, ну, мы обрадовались, и в таком очереди начали делать, здесь называется UI-центр, такой центр, ну, кого поймали, кто ввел машину в нетрезвом состоянии, их направляли, отмечаться, ну, и ходить на собрание, и там проводились все их собрания, поляки, польская группа, и я первый приехал на эту группу, я помню, ну, я ждал их, меня кто-то подвез, и там, какой здоровый, блин, поляк, естественно, и вот, ну, самое вот классное, да, у меня были какие-то страхи первое время, чуть-чуть, потому что мы только втроем встречались, мы начали втроем, я, Саша и Оля, и, может быть, какой-то маленький страх, неужели, блин, мы только будем постоянно втроем встречаться, и когда начиналась эта группа, и в этом центре нам, я благодарен, дали помещение, мы платили аренду какую-то минимальную, и начали приходить люди, и я первый раз тоже увидел, как бы, как, что это, ну, я знал всегда, мне очень ближе, ну, на русском, хоть я здесь, можно сказать, и вырос, когда я говорю, это язык, как бы, язык сердца, и важно вот это вот услышать, и когда мы начали встречаться, и больше людей начало приходить, мы, как бы, у нас, мы преодолели это, я для себя хочу сказать, я преодолел этот страх, да, может, людей не будет, может, и первый страх, когда группа начиналась, естественно, может, никто не будет приходить больше, не в этом-то дело, мы оставались трезвыми, мы говорили еще полтора часа, как минимум, втроем, еще и снимали ребенок, там, бегал, ползал где-то в этой маленькой комнате, и, да, вот, вторая группа потом начиналась, мы даже давали объявления, вот, я помню, в газете, и параллельное сообщество тоже там начинали, естественно, первый раз, да, вот это вот, когда мы не знали, как будет, но всегда, вот, как-то, какими-то, какими-то путями, да, вот, Бог всегда послал людей, естественно, и всех людей, первоначально этой группой осталось, может быть, основных, там, я, Саша, Оля, и, мне кажется, еще один или два человека, кто за все это время приходил к нам, я не знаю, человек, наверное, 50, как, да, больше 50, мне кажется, может, человек 70-80, все, и, в принципе, так это песнь, но, ну, я помню, вот эти вот, да, вначале вот это состояние классное, когда первый час, чуть-чуть, что ты пришел, и мы, мы до сих пор, у нас, можно сказать, вот группа дружинка, мы держимся как-то за друг дружку, и реально помогаем, мы реально, вот, у нас 12 часа работает, если кто-то в чате пишет, новый страдающий алкоголик, группа наша, всегда могу гарантировать, как-то, какими-то путями найдет, кто-то приедет к этому человеку, с ним кто-то поговорит, и привезет его на собрание, это всегда, как бы, происходит. Спасибо, Саша, и у кого-то есть еще вопросы, у нас есть еще время на один вопрос, тогда я задам еще один вопрос. Да, вот, интересный вопрос, поскольку сегодня у нас на группе опять же, да, микрофон плохо работает, скажи, пожалуйста, вот, если бы ты сегодня имел возможность, вот, поговорить с собой, сказать себе, вот, Саше, тому, который 15 лет назад первый раз пришел на, на собрание, да, кто бы ты сказал сегодня себе, вот. Я понимаю. Да, спасибо. Ну, я, в первую очередь, первое, как я вот вначале, ну, в Пикерской сказал, я бы сказал концентрироваться на сходстве истории, я в первую очередь это сказал, и сказал бы, что можно встретить множество людей, можно встретить разных людей, имеют значение, будут у них разные истории, но концентрируйся на том, что ты можешь взять с этой историей, а не на различий, потому что мне это очень было важно, он слышать, я как говорил, я такой человек, я себя мог очень быстро отговорить от чего-то нового, в жизни вообще, в моей, и я иногда, порой, вот, я помню, не слушал вот это, да, вот, то, что мне говорили, я концентрировался на различии, и, в первую очередь, я тому бы Саше сказал, скорее всего, верь, и, ну, концентрируй, когда слушаешь историю, потому что когда о шагах работают, если честно, так сказать, можно, первые дни, когда я приходил на собрание, и когда вы мне говорили, там, о девятом шаге, мне это пофиг было, или, там, о шестом, или о пятом, потому что я пришел, только я перестал бухать, мне какие-то, там, о богах рассказывают, о высшей силе, я концентрируюсь услышать, что, как у вас жизнь изменилась, в принципе, мне это все не очень не имеет значения, мне интересно, и мне важно было бы, наверное, вот, малейшая, простая вещь, да, вот, делиться, ну, днем трезвости, я вот вспоминаю себя, тогда, вот, мне очень важно было это слышать, потому что я не мог себе представить трезвых алкоголиков, которых, там, год или два, если бы все не делились, да, вот этим трезвым днем, сколько у них трезвости, мне бы, я не знаю, простая вещь, да, такая, что нужно, что бы делиться, и мне это реально, вот, помогало, и, ну, да, и, наверное, с самого начала, можно сказать, с первых дней, я бы себе сказал бы, не, ну, следовать тому, что тебе следует, ну, впереди илющие говорят, это реально работает, без отговорок, там, внутренних каких-то убеждений своих о боге, убеждений своих о... А что для меня работает? Потому что, опять же, я по-своему знаю всегда, что для меня лучше всего, да, как же все, а это все наладится, да, я себе на себя говорю, а это все наладится, все нормально будет, все там... Ну, иногда не все нормально, если я никаких, там, я бездействую просто, там, верю во что-то, поэтому вера в бездействие, как бы, мертва, спасибо. Спасибо. Да, Саша, спасибо у нас. Микрофон барахлит, извиняюсь. Ну, в принципе, наше собрание уже подошло к концу. Поблагодарим спикера за его выступление. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу у вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение, высказанное на встрече, это личное мнение и опыт каждого, а не мнение АА в целом. Закончим наше собрание декларации ответственности АА. Если кто-либо где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. И я отвечаю за это. Присоединяйтесь к нашей молитве. Саша, побудь с нами тоже во время молитвы. Пожалуйста. Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отречить одно от другого. Аминь. Спасибо, Саша. Спасибо большое. Спасибо. Рад тебя видеть. Рад тебя видеть. Давай. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.